Девушки отдыхают Интересная разница с ютубом. На ютубе аж 275 просмотрено. Похоже, разные все-таки у нас сформировались аудитории на каналах. Это еще не все. Есть еще одна новость. Я недавно завел канал на Яндекс.Эфир. Согласен, это новость сама по себе. Все-таки еще одна возможность для заработка. Ссылка будет под каналом. Как там идут финансовые дела, я как-нибудь расскажу. Да, кстати, думаю, мне вообще давно уже пора рассказать о том, как идут мои финансовые дела в интернете. Ну вот, все, как говорится, что-то отвлекает. Можете, кстати, я тону в текучке, поэтому можете смело мне напоминать о том, что об этом пора рассказать в комментариях. Это будет, думаю, не лишним. Фильтры эфира почему-то мой ролик второй по Николаю Платошкину не пропустили. И теперь я боюсь его выкладывать даже надзади. Там требования еще, пожалуй, круче, чем на ютубе. И вот опасаюсь, как бы дело вообще не закончилось блокировкой. Или как это называется надзади, ограничением канала. Но, наверное, я все-таки рискну. Ну и, собственно, к деятельности Платошкина и что меня в ней настораживает. Да, кстати, вот как Николай Платошкин выглядит. Напоминаю суть первых роликов. В них я рассказал, что в Советском Союзе не было никакого социализма, а была другая общественно-политическая система. И она известна науке еще с 18 века. Исследователи называют ее политоризм, современные исследователи. Старое название этой системы – азиатский способ производства, или сокращенно АСП. Но в СССР об этом номенклатура, понятно, молчала, как рыба в лед. Нам она заявляла, что у нас развитой социализм. Продолжает она об этом помалкивать и в Российской Федерации, что тоже вполне понятно. И понятно, что в Российской Федерации нет никакого капитализма, как они сейчас утверждают. У нас по-прежнему классический политоризм. Только в Советском Союзе он был прикрыт коммунистическими лозунгами, а у нас он прикрыт, скажем так, либерально-православными. Суть марксистско-лянинского учения в этом вопросе в том, что оно не считает, что общественная собственность на средства производства является гарантией от эксплуатации человека человека. Как нас все 70 лет так называемой советской власти учили так называемые научные коммунисты. Ну и понятно, Карл Маркс, Фридрик Энгельс и Владимир Ленин полностью признавали концепцию учения аполитаризма. И она была органичной частью марксистско-лянинского учения. Но в прошлом ролике я уже сказал, что в 1933 году академик Струва по личному приказанию Сталина вымарал АСП из научного коммунизма. А Сталин запретил его изучать в советских учебных заведениях. Ну и думаю, несложно догадаться почему. Но это было не единственным преступлением Сталина перед коммунистическим делом и вообще левым делом. Было еще в этом плане и второе преступление, какое я уже сказал. Он объявил, что общественная собственность на средства производства является гарантией от эксплуатации человека человека. И это положение научного коммунизма так и не было разоблачено, что Хрущевым, что Горбачевым. Ну, в полной мере это касается и Брежнева, и Зюганова. А вот только сделать это пора. Исходя из настоящего марксистско-лянинского учения, общественная собственность на средства производства не только не является гарантией от эксплуатации человека, а в условиях аполитаризма, напротив, невероятно усугубляет эксплуатацию. Например, Карл Маркс приветствовал завоевание Индии, Англии, потому что Англия начала активно внедрять в Индии институт частной собственности. А это снижало эксплуатацию человека человеком по Марксу. И тем облегчало участь простых людей. Главная же особенность политоризма, что в его условиях простых людей эксплуатировать не частные социальные паразиты, рабовладельцы, феодалы и капиталисты, а социальные паразиты коллективные. Современные исследователи называют их номенклатурой. Именно номенклатура была господствующим классом в Советском Союзе. Господствующим классом у нас остается и в современной путинской России. Это азбука политоризма, хорошо известная каждому политологу. Точнее, будет даже сказать, это азбука политологии, политаризма. Но Николай Платошкин в своих публикациях упорно игнорирует этот факт. Более того, он везде расфаливает Советский Союз и Сталина. Вот и задумайтесь, может ли это не настораживать. Разговор об этом мы продолжим в следующем ролике. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы едете на конечных заставках.